Я проспала. Мышно я поднимаюсь в 7. В 7 я выключила будильник и очнулась в 7.30. Сейчас делаю себя враб с собой. Быстренько. Хотела без кофе выйти. Думаю, ладно, опаздываю. Решила сделать. Потому что такая хорошая погода. Буду ехать, пить кофе. Будет у меня все хорошо. Да. Красиво. Сегодня я хочу съесть банан, который тут лежит. Хорошо приходить домой пораньше в такие дни солнечные. В 15 минут первая я вернулась. Где-то. Уже заварила себе кофе. Сегодня пьем вот с таким баристой. Я его тоже смешиваю с обычным соевым. Такой я уже знаю. Коричневая булочка. Я уже давно его пробовала. В общем, тоже вкусный почему-то. Почему-то мне как будто бы в кофе я добавила какого-то алкогольного такого рижского бальзама. Именно этим мне пахнет. Но раньше не пахло. Жарко дома. 28 градусов. Но было, пока не начало так палить солнце в окно, было там градусы 23. Дом на градусов 5 нагревается. Становится жарко. Хотела рассказать, как продвигается, во-первых, мой 12-недельный план. Вот эта неделя, это четвертая неделя. Мой старенький ежедневник, в котором я и делаю свой план. У меня есть здесь страничка с реальными показателями и, по-моему, какими-то... Какие там есть реальные показатели и целевые. Потом у меня есть обещание. Это чистить зубы Холи каждый день. Делать домашнее задание. Self-study. В общем, домашнее задание и self-study я вычеркнула, потому что ни то, ни другое. Я так и не нашла в себе силы делать. Я выкинула это в рамках того, что я вообще цель подготовиться к луки-тесты убрала из своего плана. Вот. Сейчас... Сегодня, на самом деле, вторник. И это нужно было делать в понедельник. Но вчера... Что там было? Что было вчера? А, вчера я решила заняться какими-то домашними делами. Уборкой вечером. Поэтому так и не сделала это. Но сегодня сделаю. У меня, кстати, давно дома есть такой пени. И я этот пени пару недель назад нашла в кладовке. Достала его. И оказалось, что я на нем катаюсь по квартире. Подъезжаю из кухни в спальню, из кухни в гостиную. У меня, в принципе, два маршрута. Это вот по коридору здесь, вот по этому длинному. И один маршрут вот здесь, передо мной, вдоль этой гостиной кухни. Я вообще не умела кататься. Самое главное, когда ты вот так вот по чуть-чуть, по сто раз в день это делаешь, что реально ты, вот, в конце концов, чувствуешь себя уверенно. Я очень хочу летом сходить в скейт-парк. Я уже очень давно это хотела. По-моему, два года назад я себе купила эти ролики. Квадры. Квадры? Квадры. На них училась дома кататься. Но одно дело, когда ты... Тебе нужно куда-то идти, учиться, выделять на это время. Другое дело, когда ты вот тут вот дома ездишь. И это то, что нужно для начала, чтобы просто, вот, не бояться стоять на этом скейте. И купила когда-то в секонд-хенде его за 5 евро. Куда-то отдал жил у своей знакомой. А, училась, когда мы жили в Нидерландах, у Алисы. Алисы. Но там эта брусчатка была практически невозможна. Просто и так страшно. Еще эти кирпичики везде. Здесь, на дороге, я даже не знаю. Мне кажется, у нас такой асфальт посредственный. Я вчера поехала в секонд-хенд после школы впервые с запросом найти что-то. И нашла это и купила. В общем, мне очень нужны были светильники здесь, сюда в мастерскую. Потому что здесь просто темно. Я не могу тут лепить. Мне нужно освещение. Нормальное. Какое-нибудь. Вот такое на ножке. Я думала, чтобы классно вот это все так легко. Знаете. И мне придурженно шевелилось. И я нашла вот такой классный старый кейтик-светильник. Он чудесный. Я, на самом деле, раздумывала, брать его или не брать. Но потом я увидела, что у него прямо очень легко. Знаете. Это какие-то пружиночки на резиночках. То есть вот так раз. Все. Вот так. Стоил он 6 евро. Здесь какая-то странная лампочка. Ну, это я нашла, знаете, в самом конце. А до этого я в начале Севенхенда нашла вот такой телескоп. Телескопический светильник. Это тоже Ikea. Мало того, что это винтажная Ikea. Я не знаю, какие-то 90-е, возможно. Там была такая полка. Там явно какая-то бабушка продавала свои вещи. Там какие-то супер старые все были. Пищечки. Вот этот светильник она продавала за евро 70. Это он. Вот такой, как радио. На таких антеннах. Он просто очень красивый цвет. А вот у меня был вот этот светильник раньше. Но он очень проблемный. Какие у него? Он стоил 2 евро. Но вот эти вот штуки, это все вот постоянно расслабляется. И его невозможно пошевелить во время работы. Потому что он сразу там начинает падать куда-то. А это все здесь как-то вообще на каких-то соплях непонятно держится. То есть его не поворачиваешь во время работы. Да. Он вот так статично стоит и освещает. А с чем дела идут? Не очень хорошо. Это с финским. Я поняла, что на самом деле, когда я немножко бросала это на самотек, у меня это легче получалось. То есть я об этом мало думала. И в общем это проходило как-то немножко мимо. Я на нем не концентрировала и не давала туда слишком много внимания. И это прекрасно работало. У меня все было хорошо. Но с тех пор, как я начала об этом слишком много думать, переживать, что я не сделала домашнее и так далее, мне уже не нравится, как это выглядит. Хотя с другой стороны, возможно это не только поэтому, а возможно это еще и потому, что у китессы в мае. И я думала, что надо же как-то отработать все, как-то вот прям хорошо сделать. Хотела себе будущее облегчить задачу. Это как будто бы для меня обратный эффект возымело. Поэтому я вернулась опять к тому, как я к этому относилась в прошлом модуле, в прошлом семестре. Сама мечтала, чтобы у нас в школе сделали разговорный клуб. Его сделали по вторникам в 12. И я уже третью неделю просто забываю напрочь, что это есть. Сегодня опять вернулась домой. Недавно вспомнила, что сегодня это разговорный клуб. Решили мы выехать в какой-нибудь соседний лесок. В общем, мы решили подъехать в честь хорошей погоды в какой-нибудь более новенький лесок. В паре, может быть, в паре тройки километров от дома. Собачка смотрит. В общем, пришли мы на такую тропу. И, видимо, здесь активно сейчас рубят лес. Все спилено. В Финляндии на самом деле очень большой процент лесов. Очень большой, чуть ли не все. Ну, кроме каких-то парков, заповедников. Это промышленные леса. Которые, они хорошо мейнтейнятся. И в них выращивают что-то. В смысле деревья, не что-то. И вырубают, выращивают и вырубают. Поэтому, кстати, все леса, это в основном березы и сосны. Потому что все, все вырубается. И, на самом деле, это грустно. Я помню, что прошлым летом у меня, на самом деле, было совершенно другое настроение. Я по-другому как-то готовила и снимала видео. И все это было каким-то другим. И вот начинается вот уже какая-то более-менее весна. Я чувствую, что опять ко мне возвращается вот нечто какое-то. Это не вдохновение, потому что у меня есть вдохновение. Это какое-то другое. Алюша! Алюша! Алюля, покажи язычок. Такая хорошенькая. Алюшка. Алюша! Упага! Упага. Уж проголодалась, пока была на улице. Сделала себе такую граб. с туфу и овощами. Вчера у меня вышло, или позавчера, первое видео на Patreon или Boosty. Я рассказала сейчас там последние новости. Рассказывала уже в телеге и в Инстаграме про то, что это видео вышло. Поэтому не знаю, смотрите вы меня там где-то или нет. По поводу, когда расскажу все на YouTube-канале. Расскажу, потому что не придется рассказывать, потому что вы все и сами заметите. В общем, есть вопросы с тем, как остаться в стране. Да, я очень хочу больше выпускать видео на Patreon, на Boosty, поэтому если вам интересно послушать, там я очень подробно рассказала про все варианты, про то, что именно произошло. Ссылки все я оставлю в описании под видео. Спасибо патронам, которые на меня уже там подписаны. И подписывайтесь вы тоже. Все. 34. Подожду, пока нагреется хотя бы сидение в машине. Потому что я сейчас с короткой курткой Садится холодно Вчера у меня уже была весна Я уже в весенней куртке Сегодня у меня сошли И деревья полностью покрыты ледяной курткой Посмотрим, давайте Этот сверток, этот цветок Сейчас я его достану Это красивый оттенок зеленого Что мне не хочется это рвать Ничего не вижу в камере Я вам рассказывала, что я хочу пойти На практику в цветочный магазин Это магазин моей соседки И вот, собственно, этот цветок я купила у нее У меня в голову уже пару месяцев Пришла такая традиция Просто на каждый праздник покупать Комнатное растение Вот и прямо на него нацепить какой-нибудь Лейбл И прямо на него наклеивать 8 марта 2024 И вот этот вот 8 мартовский цветок Будет И таким образом я надеюсь, что у меня Будет больше растений Мне нравятся растения У меня не очень получается ухаживать Но мне они все еще нравятся В общем, сейчас распакую Буквально, не знаю, неделю назад Мы наконец отнесли неиспользуемые горшки На улицу Ну, не на улицу В сарай Сейчас пойду Проберусь, надеюсь В него Сейчас такой снег Классный Мы можем прям ходить по полям Он Ты ходишь, а он даже под тобой не проваливается Вот Это прям открывает новые возможности для прогулок Мы прям идем по полю Который перед домом И идем туда в лес Так Такие новости Значит Значит Тут такие новости Что у горшка нет никакого подходящего К сожалению Какие-то все Маленькие Здесь Какая-то мелочь стоит Там Пластиковая От деревьев оставшиеся Здесь тоже Какие-то пластиковые Здесь Тоже Все Все это Вон тут огромный Садовый горшок А Ничего подходящего Нету совершенно Знаете Возьму пока Я такой Пластиковый Ось-ось-ось-ось-ось Все рассыпала У него нету Блин Я приехала домой Был, знаете Туман Как-то влажно Никакого солнца А вот Сейчас Что произошло На длинную прогулку Придется идти Мы дома сделали Шоколадку Пару дней назад Потому что Ездили на большую закупку В магазин И Что маленькая Алёня Иди сюда Иди сюда Иди сюда Держи Держи Если В общем На закупку В магазин И Ну Не было там Какого-то Что-то сладкого Вкусного В общем Ничего сладкого Мы не купили Дома Ничего не было Думаю 30 Да Думаю Ничего не было Но В какой-то День Мне Так захотелось Чего-то сладкого Я вот прям Хотела шоколадку И мы сделали Шоколадку Очень вкусную Очень вкусную С кокосовым маслом С удовольствием С большим Её съели И сейчас Мы опять были В магазине В том магазине Не было опять Никаких сладостей Мы опять ничего не купили И я опять Вот решила Приготовить Шоколадку Вы знаете По сравнению С тем Что продаётся В магазине То что получается Вот У меня здесь Самой Не так уж плохо Шоколадки Веганские Обычно Дорогие Шоколадка Которая мне нравится Там по-моему 50 или 40 грамм 40 Или 60 Что-то такое Стоит 3 евро В общем А я Мне эта шоколадка Один раз Съесть Не помню Даже уже Когда я последний раз Её покупала Синкретный ингредиент Это изюм Обязательно добавить Получилась плитка Что-то похожее на плитку Вот у меня Такое дно Форма для бананового хлеба Нажу вот Листочек пергаментной бумаги Чтобы это всё там Не растеклось Пока поставила цветок сюда Очень красивый кактус Всем привет Сегодня уже Двенадцатое марта И у меня был небольшой перерывчик Во влоге В выходные я отдыхала К нам приехала Марина Мы ходили Жарили грибы Читали В общем попытались Абстрагироваться От ежедневной Какой-то жизни И пожить Немножко другой Сегодня я уже Приехала С курсов Пришла домой Поздновато Позже, чем Должна была Покажу Мне пришла Моя посылка Долгожданная А, ой-ой Как скользко И ещё Я на выходных Посмотрела Такой фильм Называется Ой, боже Как скользко Называется он Общество мёртвых поэтов Почему-то английское название Приходило В голову Не могла вспомнить Такой фильм Мне очень Понравилось И я постоянно Смотрела Не могла Оторваться На Саму картинку На цвета Красивые На деревья И Сюжет Оказался Такой Сложный Неожиданно Как будто бы Не ожидала Я совершенно Что Что произойдёт В этом фильме Поэтому вот Очень рекомендую Посмотреть Холь Слюбила Желание Выйти на длинную прогулку И Обычно Обычно Ты не можешь По ним Пройти Пересекли И в неё Засовываешь Косточку Тут есть Есть даже Тверстие Но можно И просто Так Вот И Собаке Отдаёшь Покажу Так Холюня Держи Марина Привезла Холю Новые вкусняшки Вот Бритт Начал Делать Веганские Значит Палочки Всякие Вот эти Грызульки И Также Вот этот Какой-то Бренд Внутри Я тоже Начала делать Веганские Тридс Для Собачек Обычно Мы покупаем Всё в Германии Заказываем Из Германии Всё И потому Что в наших Финских Зоомагазинах Не было Ничего Просто Итак Посылка Которую Я обещала Показать Печатка Такая В общем Это печатка Которую Я буду Отпечатывать На своих Керамических Изделиях И здесь Написано Название 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 Сонго Я его Придумала За Приблизительно Кринет Секунд В тот момент Когда я решила Что надо же Написать Что-то На Кружке Моей Первой Сейчас Пойду Попробую Найти Первую Саму Кружку Вот Эта Первая Кружка Которую Я сделала Я Сидела И думала Что надо же Написать На ней что-то И поняла Что у меня нет Никакого названия И буквально Сразу же Его Придумала Как так получилось Буквально За несколько дней До этого Мы ездили По-моему В Хельсинки Почему Туда ездили Я не помню И мы в машине Разговаривали Про язык Эсперанто И послушали Даже пару Видео Про этот язык И В общем Было очень интересно Любопытно И Идея была Очень интересная И вообще Вся концепция Которая была Вокруг Этого языка Эсперанто Мне Оказалось Очень интересной И такой Знаешь Ой И такой Знаете Пацифистской Как бы И Сейчас Как никогда Знаете Ищешь Во всем Какие-то Такие Идеи И они Успокаивают Они дарят Какую-то надежду И Я Просто Посмотрела В словаре Эсперанто Посмотрела Как Разные Слова Что они Значат И увидела Это слово И Мне понравилось В принципе Что оно значит Мне понравилось Само слово Потому что Тут есть Сонг Мне Как-то Все это Ровно За одну Минуту Прокрутилось В голове И Вылилось Вот Сонгу Видите В Эсперанто Есть Такая Гэс Шляпкой Вот Тоже Такая Интересная Буква Ну вот Такая История У меня Что-то Случилось С цветами Сразу Три Цветка Начали Загибаться У монстера Как-то Все Тоже Выглядит Не очень А здесь Повысыхало Листья Какие-то Скрученные Все Дальше Этот цветок Просто Скрутился В трубке И больше И больше Не распускается И Самое Страшное Это конечно Замиакулькус У которого Просто все Обвисли Эти Палки И они У основания Как-то Совершенно Слабенькие Такие Еле-еле Держатся Именно Новые Вот эти Ростки Видимо Им всем Нужны Больше Горшки Заяхала Купила Горшки И Будет Рокировка Этот Приедет Сюда В этот Горшок Приедет Этот Цветок А монстера Из Вот этого Приедет В этот Второй У нас Будет Второй Цветок В нем Подозрительно Нету Земли Куда Она Делась Тут Все Пусто Да В общем Новости Неутешительные Про Монстеру Я У нее На Корнях Оказывается Какой-то Гриб Вырос Такие Белые Точечки На одном Корешке Были Еще в одном Месте У нее Так Корни Сплетены Что В целом Я не знаю Что там Внутри Я погуглила Написано Промыть Водой Корни И Сменить Грунт Из плохого В тот Грунт В который Я хотела Ее посадить Я вот Как раз Пока доставала Эту Монстеру Насыпала Этих же Грибов С корней Поэтому Прошлось Выбросить В итоге Мне не хватило Грунта Чтобы Досыпать Монстеру Пойду Попозже Посмотрю Есть ли в сарай Какой-нибудь Грунт Я Когда купила Эту Монстеру Я ей так Гордилась Потому что Буквально Через неделю После того Как Я ее Купила У нее Появился Знаете Этот лист Который С прорубленными И потом Еще один Еще один Еще один И я такая Вау Класс У меня Мне кажется Получается Все Ну вот Сказала что нет Сказала что нет